Для федерального детского центра смена такая акция Российского Союза Молодежи необычная и проводится впервые. Много раз отдыхавшие в смене ребята из разных регионов России оценили общение со сверстниками-иностранцами. Я здесь пятый раз уже. Пятый раз в смене, да, и впервые я вижу иностранцев. Тесное общение с ними тем, что это сворто-практика английского языка, ну и плюс мы узнаем что-то про них, что-то про их культуру. Международная волонтерская организация АСИК делегировала в Анапу молодых людей, которые могут передать своим российским сверстникам определенные знания по культуре своих стран. Сейчас я учу детей английскому языку и мы вместе играем в волейбол и другие игры, общаясь на английском. Волонтеры заканчивают работу, многие из них студенты и к сентябрю нужно вернуться домой. Сейчас они занимаются с последней в этом потоке группой российских школьников, которым посчастливилось узнать много нового интересного из первых уст. Они, как и все иностранцы, приехавшие в Россию, конечно же хотят рассказать хорошее о своей стране, но в целом да, так и есть. Они говорят о том, что люди, живущие в Китае, очень общительные, доброжелательные, помогают друг другу. Также разговаривали о традициях, о образе жизни, о том, как живется в их странах, хорошо или плохо. Узнали много нового. Вообще тот факт, что в этом лагере можно встретить иностранцев, я считаю очень положительным моментом для детей постарше, потому что это, как правило, новые знакомства, новый опыт общения, к тому же практика общения на иностранном языке. Я в СМИ уже второй раз, и у меня такой первый опыт общения с иностранцами, но мне очень интересно узнавать о них новое. Например, я узнала, что они читают наши книги русские, и причем я читаю, например, мастера Маргариту, и иностранец, который у нас из Египта, он очень хочет ее прочитать, эту книгу «Преступление, наказание» и так далее. Вообще, вот, история Египта очень интересная. Я узнала, в чем там ходят женщины, например, как они одеваются, что они любят ей, ну, из еды, какие у них предпочтения. Вот, очень интересно узнать о другой культуре. Волонтеры привезли видеофильмы. В них максимально сжато отражены главные аспекты жизни в своей стране и родных городах. Российские ребята узнали, что такое даосизм и конфуцианство, индийская йога, а вместе с тем получили информацию о таком приземленном, но необходимом в быту и повседневной жизни, например, любимых блюдах народов разных стран. Улыбку вызвала информация египтян, прибывших в смену самым большим отрядом 14 человек. Оказывается, культовое блюдо этой страны – обычная фасоль. Китайская делегация показала фрагмент национального танца с веером. Египтяне оказались самыми музыкальными и пели на бис. Все люди-братья, всем нужен мир во всем мире. Донести эту мысль до каждого – такова главная задача волонтерской организации «АСИК». Волонтерскую акцию Российского союза молодежи положительно оценили в Федеральном детском центре смена. И, возможно, в этом году положено начало новой традиции на укрепление мира и сотрудничество разных стран. Лариса Басова, Артем Зиборов. Напрегион.